ребята всем привет добро пожаловать на мой канал смотрите я одета в теплой одежде у нас сейчас 29 мая и в чикаго 7 градусов тепла ветер вчера был дождь в общем готовьтесь в чикаго на разную погоду но летом будет очень сильно жарко сегодня с вами решила записать мукбанг подумала почему бы нет если я заказала еду как-то мне не хотелось я обычно готовлю дома на сегодня решила захотелось мне очень супчика и перед работой заехала я в панеру брат это короче такой как бы забегаловка сказать но там тоже есть drive-thru вы можете подъехать на машине заказать но там нормальная еда типа там можно салат заказать вот суп заказать и часто популярная там по половинке продается сэндвич и смотрите половинка сэндвича большая и маленький суп и это мне обошлось с таксами 11 долларов 29 центов если не ошибаюсь вот и потом они дают вам на выбор либо яблоко либо чипсы либо такой прям большой кусок хлеба но я подумала что я и без хлеба и да и короче ложка салфетки вот такой у нас с вами сегодня будет мукбанг так как мне захотелось суп а про что я с вами хотела поговорить прикол в том что в америке сейчас кто сделал вакцину кто провакцинировался fully vaccinated тот может в принципе заходить в торговые там магазины общественные места без маски если разрешено как бы заходить без маска в то или иное место и вот я работаю в салоне и получается это тоже салон как франчайз франчайз как это правильно сказать франчайза по всей америке есть эти салоны и казалось бы корпорация которая тоже должна ввести уже правило кто провакцинировался тот может ходить без маски хотя бы клиенты и вот вчера было такое что зашло ну трое людей которые были без масок и я такая говорю типа ссори но у нас нужно одевать маску и они со мной начали выяснять отношения американцы типа как так я как бы знаете стараюсь объяснить что но это же не от меня зависит и еще хотела вам сказать что хотела сказать что такой мой для вас совет если вы приезжаете в америку у вас маленький плохой английский я вам прям советую настоятельно идти где-то в customer service то есть это может быть официант это может быть вот на френдеске где нужно отвечать на звонки говорить все время вы стыкаетесь каждую секунду с тем что вы с кем-то говорите кому-то что-то объясняете и вы таким образом используете свой английский язык если бы я только приехала в америку с моим английским которым я приехала сто процентов меня бы на рецепцию сюда не взяли только потому что ну я не умела разговаривать по телефону я да мне бы потребовалось тренинг пару месяцев наверно или там хотя бы чтобы настроить этот английский а то как бы знать какие-то выборочно слова это кажется легким ты приезжаешь в америку но когда ты начинаешь общаться с американцами и ну они тебя не до конца понимают если твоя речь состоит только из выборочных слов поэтому я пошла в официант официантом работать и это было очень крутое решение потому что ну подходишь ты к столу ты просто должен выучить меню и должен выучить как брать заказ и что спросить это пару вопросов там хай хава югайс что вы хотите заказать и как бы все очень редко кто-то спрашивает а что входит там есть такие но тогда ваш мозг начинает работать такие моменты когда вы ой не знаю что сказать ой такого еще не выучила это нормально так все рыбать не судите меня какая разница как мы все рыбаем вот поэтому да мне кажется это такой знаете совет если особенно мы первые видео где я кушаю непривычником также ребята если у вас есть какие-то вопросы обязательно оставляйте их внизу в комментариях на у нас так конечно прохладно в америке на днях будет memorial day и это тот день когда все американцы не просто куда-то уезжают за город все идут гуляет и мне так нравится в америке что реально каждый праздник во-первых это круто сделано сделано в сфере маркетинга потому что куда бы вы не пошли если в америке намечается день независимости то везде флаги все флагах тарелки тюли я не знаю какие-то капкейки все в таком знаете в цвете красно-сине-белом америка под американский флаг если это какой-то другой праздник новый год день матри день отца у них это все празднуется везде какие-то дел и офферы короче очень ты не забываешь про эти праздники потому что про них все говорят их все празднуют и в америке вот это чувствуется что не просто знаете там первое мая значит нужно там напиться и все шутят на этот повод что там в наших странах все валяются пьяные пьяные под лавочками на такие праздники всякие тут больше так семьей барбекю куда-то выйти что-то поделать поехать за город семьей это очень прикольно это очень даже цепляет менталитет другой наверное поэтому каком такие кстати разговорные видео я всегда не то что стесняюсь записать на мне как-то типа рассуждать я вот с вами как сейчас с какой-то подругой знакомой разговариваю у меня всегда так как-то знаете если я там не подготовила какую-то тему не обсудила просто беру и всем и что-то говорю то это конечно это конечно так для меня странно ватенько как вам нравится такого формата видео салфетки со старбаксом нравится или нет пишите в комментариях буду чаще делать кстати я вижу что на моем канале очень хорошо заходят интервью если сравнивать с другими видео интервью иммигрантов и это как бы прям мне нравится брать интервью у наших людей которые там могут поделиться рассказать как они получили документы или как они вообще нашли работу или чего-то там добились знаете еще каких-то таких людей которые делают бизнес им тяжело или я не знаю как-то не идут ко мне все люди на канал он мой канал пока что маленький поэтому обязательно подписывайтесь ставьте лайк колокольчик комментируйте чтобы все-таки мой канал рос потому что планов очень много на канал и мне нравится делиться брать интервью у наших же соотечественников кстати суп был чикен нудел это мой любимый суп такой бульончик и сэндвич я наверное не осили потому что у меня еще кофе на 11 долларов реально я уже наелась но еще кофе кофе старбакс я вообще уже пила холодный кофе но с такой погодой вернулась к горячему кофе поэтому ребята я сейчас быстро доедаю и бегу на работу потому что через пять минут работа уже хотела с вами поболтать начать вот такой мук-банк если можно это так сказать назвать обязательно подписывайтесь на мой канал если вам понравилось видео такого рода разговорное я буду делать такое почаще а мы с вами встретимся в следующих роликах всем пока